На оперативных совещаниях в администрации еженедельно обсуждаются текущие дела, итоги прошедших событий и мероприятий и ставятся задачи на ближайшую перспективу. В этот раз Алексей Валов сделал акцент на проблемах благоустройства. Большинство замечаний, поступивших по линии добродела, относилось к сельскому поселению Анискинское. Семь материалов из 21, это все по Анискину. Ответьте, пожалуйста, почему такое на слой получилось по благоустройству в Анискине? Деревня Мизинова, улица Молодежная, 36, инструкционный щит, не наполнен, площадка ТБУ освещения, парковка отсутствует. На той детской площадке, которая у нас построена. Вы все устроили, вы все устроили, вы все устроили, и бетон, и железо, и щиты, наполнены. Все устроили. Анискинское поселение на совещании представлял временно исполняющий обязанности главы Борис Лазарев. В интервью нашей программе он пояснил, что дважды в неделю лично проверяет работу муниципальной службы благоустройства. Территория, которая касается биокомбината, затем юность, райки, эта территория в порядке. Работает у нас сейчас дополнительная бригада. Мы создали резервную группу по зимнему содержанию территории. Ежедневно эта бригада выходит и убирает территорию. В основном это наледь и боковые бордюрные, где дороги, тротуары. Больше всего проблем по уборке внутридворовых проездов выявлено в микрорайоне Анечково. И вот их местные власти решить пока не могут. По словам Бориса Лазарева, застройщик СУ-22 не передал в ведении поселения построенные дома и обслуживает своей управляющей компанией Сантехмонтаж. Но обслуживает плохо. Там Сантехмонтаж управляющей компанией, и мы постоянно им письма пишем, потому что на сегодня недостатки, которые там скрываются, они приходят в наш адрес. Выводы по ситуации в поселении Анискинское и конкретно в микрорайоне Анечково сделаны на недавнем совещании с надзорными органами. Принятое решение надзором о том, что здесь обязанность не выполняет СУ-22, которая на них возложена. Почему не выполняет? Потому что объекты дворовой территории нам не переданы до сих пор. И, соответственно, они не в нашем ведении. Но они всячески пытаются нас перекладывать. Сера Технадзор принял решение, что вина ихняя, и им выписано предписание, налагают на них штраф. А у нас такие управляющие компании, которые пришли вместе с застройщиками, как бы были выбраны, вообще никакого отношения, получается, к своим обязанностям не имеют. Подместив подъезд, они считают для них основной работой. А вы знаете, там все прописано. Таким образом расщепляются деньги на содержание квартирного дома. Администрация района намерена еженедельно проводить мониторинг благоустройства поселений. Первая проверка по очистке дорог от снега и незаконной рекламе с участием съемочной группы «Щелковского телевидения» прошла в минувшие выходные. Хорошо справляется в Афрянном, неплохо в Ежемозерском поселении. Во вторник уже обсудили мы эту проблему. Глав остается всего два дня на решение вопроса. В эти выходные будет повторный проект. Я прошу, чтобы ваши специалисты были на местах. На оперативном совещании также заслушали доклады о разработке и принятии генеральных планов поселений, о ходе работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, о планах по вводу в оборот сельхозземель, о плане мероприятий в рамках года экологии 2017. Очистка и восстановление водных объектов района, очистка озера Севаш, а также создание зоны отдыха, очистка ручья Паныри, от озера Севаш до улицы Центральной. Подвели промежуточные итоги вакцинации от гриппа и диспансеризации. Работа выполнена на 77 и 87 процентов соответственно. 3 декабря завершающий в году единый день во всех ЛПУ. Мы проводим большую информационную работу во всех СМИ, с лечебными учреждениями, с волонтерами, для того, чтобы максимально 3 декабря подойти к завершающему этапу диспансеризации в Челковском муниципальном районе. На совещании также вручили благодарственное письмо за подготовку и проведение церемонии открытия катка в микрорайоне Дальний Воронок с включением в прямой эфир губернатора директору физкультурно-оздоровительного комплекса Алексею Митрохину и грамоту администрации представителю уполномоченного по правам человека Вере Евтушенко в связи с Днем матери. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова